Здесь на этом объекте находятся наши запорожские ребята с 55-й арт-бригады. С такими 152-мм гаубицами они воевали в Дебальцево, Иловайске, в районе Донецкого аэропорта, Волновахе. Сейчас орудия отведены на большое расстояние от линии столкновения, согласно минским договоренностям. Вот человек подходит, дело в том, что система идеальная, за щитом звук слышно слабо, ну не то что слабо, но он не бьет по перепонкам. Вот здесь вокруг просто вплоть до контузии бывает, ну если близко находиться, особенно впереди. А здесь стоит наводчик и вот так вот дергает, а тут рядом бегают люди, заряжают. Ну и так вот и посылают им собственно такие подарки по 50 кг веса, тротилы, железо, 20 кг гильза, поэтому парни все крепкие. Что еще надо? То есть нужно стоять за щитом главное? Да, главное, я не знаю что, главное, главное быстро шевелиться. Военные говорят, пока минские договоренности соблюдает только Украина. Вторая сторона конфликта продолжает вести огонь по позициям украинских военных. Ну мы как свой долг выполнили, отвели, как сами видите. Ну судя по дежурству прошедшему, только Украина соблюдает эти минские договоренности. Судя по разрывам, то далеко не 85-й калибр, как у нас. В Пельске Авдеевка, как обычно, страдает. Разрывы такие хорошие, как минимум 120-е артиллерийские установки. И грады их слышны. Так что надо к правительству обращаться, что-то с этим делать. Просто как начнем сжать, они перемирия просят. Опять начинаем сжать, опять перемирия. Так сколько может такое продолжаться? Просто пацаны падают. По словам артиллеристов, против украинской армии неоднократно использовались разработки российских военных. В частности, тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепёк». Использовалось здесь. Некоторые из них закончили судьбу в окрестностях Донецка. Это сплошная зона пожара. Несколько гектаров. Это какие-то орудия специальные? Нет, это одна установка. Выжигает всё. Ну, база танка, а сверху что-то похожее на пакет от БМ-21. Это так образно. Они здесь работали, работали по пескам. Мы их ловили. Не только военные разработчики, но и сами бойцы часто присваивают техники имена сказочных персонажей. Например, «Змей Горыныч» в военном лексиконе носит свой смысл. Так называют реактивную систему залпового огня «Ураган». «Змей Горыныч» – это вообще такой сказочный персонаж, свирепая штука. Когда первый раз его услышали, ну, земля просто дрожит. Такие огромные, ну, похоже даже не на ракету, а на летающую тарелку, как оно взлетает в небо. Страшная штука. Палатки, ночное дежурство, солдатская кухня – так выглядят будни в полевом лагере. Замерзнуть не дают буржуйки, а детские рисунки и фотородных поднимают боевой дух. Вот наша кухня, вот наши консервы, вот наш чай, кофе, сахар, ноутбук, телевизор маленький с антенной. Все работает. Столок хватает на всех. Вот она, кастрюлька наша, ложки, ну, там, тарелку. Вот. Дрова. Все, буржуйка, все функционирует. Стулья, примитивные такие, пенечки. Вот. В палатке тепло. В палатке всегда плюс. Дождливую погоду, вот сейчас дождик идет, у нас сухо. Поле мой ночью, поле два годика у меня. Это как ушел на фронт, я взял с собой прапор, мне в ночи, как я делаю ручки, и с собой вожу этот прапор, и он со мной всегда. Несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться, бойцы настроены оптимистично. Дома ждут родители, жены, дети, а некоторых уже и внуки. Война может скоро закончиться. Все так надеются. Ну, никто не болеет пока. Ну, что еще. Держимся. Конечно, бы технику понареять. И было бы еще лучше. Главное, говорят, не высовывайся. Ну, а куда? Я думаю, с машины хоть высовывайся, хоть не высовывайся. Как попадется. Так, все нормально. Всем здоровья, счастья. Живите дружно. Евгений Мельник, Юрий Васильченко из Донецкой области. ТВ-5.